Ну, а теперь игра, без которой нет доты, Лиги Легенд и, скорее всего, вообще жанра моба. Это Warcraft 3. Господи, лучшая. Это просто богоподобная игра, я её вот так обожаю. Маню с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на добряка. Его видео называется «Самые, самые лучшие игры». И я не знаю, какие самые лучшие. Вы виделись аж целую неделю. Выпускать стал чаще. Соскучился. Да и что, мехатый, японский туалет сам себя не купит, знаете ли. Сидел я такой и думал, а вдруг вам мало лет? Вы начинающий геймер и даже Игорь нормальных не нюхали. А я, как пожилой, теребонькал джойстик, пока половина моих зрителей ещё была зиготами. Поэтому, почему бы вашему покорному слуге не погрузиться в ностальгию и не поведать о величайших играх всех времён и народов? А ну-ка, Warcraft 3 там точно нужно будет. Не будет Warcraft 3, я убью. Тогда будет пахнуть валидолом и валокардином, так как некоторые игры, возможно, будут старше вас. И первый такой... Вольфенштейн. ...будет Fallout 1 и 2. Почему не 3 и 4? Потому что кому нужно 3D, когда есть богоподобные 2D? Не фанатский Fallout никогда был. Не знаю, не люблю постапокалипсис. Ничего подсказывать не буду. Тут постапокалипсис. Вот тебе пиксели размеры спали. Надо может попробовать переиграть, чё. То, что ты пидор, ёпта. Может, иди. Ха-ха-ха-ха. И далеко не в твою пользу. Поэтому первые часы лично мне пришлось шариться по мусоркам и толчкам, дабы обменять всякий хлам и липкие порно-журналы на хоть какое-то оружие и патроны. И вот ты прокачался. Затарился кожанкой... Ну, Fallout многие любят. И я не говорю, что плохая игра, это прекрасная игра на самом деле. Просто не моё. О. Когти смерти. О. Даже несмотря на изометрию и допотопную графику, первые два Fallout'а, это, пожалуй, лучшая пошаговая RPG всех времён и народов. Я, кстати, делал полный мультобзор про Fallout'ы. Можете глянуть вот тут. Дальше идёт Half-Five. О, ну Half-Five прекрасно. Потому что первый, к сожалению, прошёл мимо меня. А вторую Half-у по праву считаю одним из лучших... Первую очень мало играл, но вторую, да. Вторая... Лучшая, реально. Ну... Я помню, какая она была красивая на то время. Да. Всё можно было брать, двигать. Респект. Ну, Принсперсия тоже классная, да. Потому что мрак, кровь, песок и тяжёлый металл. Помню, влюбился в эту игру с первой заставки. Компьютер у тебя для учёбы, значит. С этой игры у меня появилась первая вайфу. Да, конечно. Я вот даже сейчас вспоминаю, и мне хочется перепройти этот шедевр. Да, графика, конечно, по нынешним меркам не выдерживает никакой критики. Но какой здесь экшен, атмосфера и особенно музыка. Если вкратце, то боевой акробат Королевских Кровей хочет снять с себя проклятие песков. Ладно, что Юбисофт забили на Принсперсии. Только Ассасинскрит утускает. Чёрный, здоровенный и бессмертный сучара. Поэтому главный герой отправляется на остров, где на толпу мужиков всего две бабы, дабы разрушить эти чары. Паркур в этой игре был ещё до того, как это стало мейнстримом. Атсасинскрит, кстати, насколько мне известно, изначально должен был позиционироваться как продолжение Принца Персии. Ну да. Сколько я себя помню, я всю жизнь играл в игры и постоянно сталкивался с негативными стереотипами со стороны окружающих. Например, что видеоигры занятия только для детей. Ну да, было такое. Я посетил Дарвиновский музей в Москве. Там прошло мероприятие в рамках движения Адреналин Гейм Чейнджерс. Люблю такие мероприятия. Это небесполезное развлечение. Игра... Хотелось бы посетить подобное. На их Open Talk можно было узнать, как гейминг непосредственно влияет на эволюцию человека и обладает культура создающей функции. Можете поверить, что следующей ступенью эволюции после Гомо Сапиенс может стать Гомо Люденс, человек играющий. Нидерландский философ, историк и культуролог, профессор Ио Кейзинга, Скорее всего... Стремный довольно-таки человек играющий, однако. И могли сыграть друг с другом в игровой комнате. Чтобы увидеть человека играющего, достаточно зайти с телефона на сайт Эволюденс или навести камеру на символ движения на новой банке GameFuel. Адреналин Гейм Чейнджерс и Дарвиновский музей запускают серию складных лекций о гейминге, которые приведет к каналу GSTV. Ну, игры это хорошо, но главное, чтобы игры не заменяли все. Потому что некоторые люди... О, Готика. А мне третья нравилась, не знаю. Не знаю, почему мне реально третья Готика нравилась. Это я не играл в первую. Я очень мало играл во вторую. Я, наверное, ебнутый, я любил третью Готику. Не бейте мне. Я не знал, что можно блокировать. И что под Хоринисом, оказывается, находится целая гильдия воров. Я авторитетно заявляю, что Готика 2 Ночь Ворона намного сложнее, чем Дарк Соулс. Это просто гениальная игра. В ней круто все. Все здорово. Женился бы. Мультобзор, кстати, на нее тоже есть. Идем дальше. И что... Давай поиграть Готику 2 Ночь Ворона. Снова ролевая игра. Вампир Bloodlines The Masquerade. Эта игра совмещает сразу два ништяка. Первая. Она очень похожа на Готику. Вторая. Ее разрабатывали создатели первых фоллаутов. Автоматический шедевр. Бэм. Бум. Итак, чем же все-таки примечательна эта игра? В ней придется очень много сосать. Кровь. Да, смиритесь. Теперь вы... Кровосися. Ночью в баре наш герой снял женщину. После жаркой ночи вы заразились вампирством. Старшие Кровосиси вас не убивают. Но с одним условием. Никому ни слова, что ты вампир. Ну да, действительно. Вообще практически незаметно. После этого представьте свое место в этом мире нежити. И сыграть решающую роль во всем этом сверхъестественном звездеце. Игра шедевральна. Так что, если хотите лучший симулятор Блудсасера, это единственный верный вариант. Блудсасера. Что за Харликин? Ну, а теперь игра, без которой... Варкрафт. Доты, Лиги Легенд и скорее всего вообще... Жанра моба. Варкрафт 3. Господи, лучшая. Это просто богоподобная игра. Я ее вот так обожаю. Господи, это просто моя любовь. Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. Ты не знаешь, что можно быть выше дома, в котором живешь. И что такое ополчением захватить базу противника. К сожалению, жанр стратегии нынче не особо востребован. Поэтому я просто не могу вспомнить ничего более великого, чем Варкрафт. В Таркрафт, возможно. Еще. Да, на переиздании тоже было бы круто. Шутер был, РПГ целых 3 штуки, стратегия, эээ... Командант Кванкер был охуенный, генералы. Командант Канкер? Невероятно. Офигительный платформер, где не совсем понятно, бежишь ли ты от кого-то или куда-то. Бежишь сам, или это всего лишь твоя зомби-программа. В этой игре великолепно все. А концовка так вообще срывает крышу. Ее можно пройти за несколько часов, поэтому особо про нее ничего говорить не буду. Лучше просто поиграйте. Ну и напоследок. Ну, ведьмак, да. Ну, как можно обойти стороной этот польский шедевр? Особенно третья часть богоподобная, господи. Я первый проходил. Второй, кстати, не прошел до конца, но третья прыгает богоподобная. А музыка какая там? Я помню, я даже концерт смотрел. Там, где музыку с фильмака играли. Где гоночки? Ну, или симуляторы там? Лично я считаю, что гонки и спортивные симуляторы не особо-то отличаются от серии к серии. И выделить что-то значимое, я к сожалению... А как же Underground 2? Хотя, подождите. Что это? Carbon. Most Wanted. Второй. В общем, первый. Второй, как помню, был покруче. По крайней мере, до нее я подобного не видел. Most Wanted кейс-фолюбе был. Carbon не очень нравился. Мы даже впервые с друзьями ходили друг к другу в гости не ради однополой любви, а чтобы... Маташтор не очень нравился среди гонок. Тек-лист из этой игры я, кстати, слушаю по сей день. На этом, пожалуй, я закончу свой ностальгический экскурс. Надеюсь, я сейчас посвятовал вам хотя бы одну игру, в которую вы еще не играли. Пишите в комментариях свой список лучших игр. Мне действительно интересно почитать. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал и обязательно на страничку ВКонтакте. На самом деле, лучшие игры, которые я вспомню, если брать именно из одной пользовательской игры. Это Warcraft 3, это безусловно, я сразу его повторю. Это безусловно, я могу сказать, из Новый God of War. Охуенно, господи, мне так он понравился. Так его с охлевом проходил. Очень классная игра, конечно, только жалко, что только на PS4. Но прекрасная игра. Если у вас с PS4 не пожалеетесь и купите. Очень крутая игра. Что я еще из такого вспомню? Вот у меня Nintendo Switch появился. Очень классная Zelda. Мне очень понравилась Zelda. Не скажу, что это прям самый must-have. Top из 100 всем зайдет. Очень своеобразная игра, но очень глубокими механиками. Прям мне очень тоже понравилась. Очень понравился на Nintendo Switch Mario Party. Это охуенная компанийская игра. Это просто прекрасно. Если у вас есть компания, поиграть всем вместе, поугарать, поссориться из-за игры. Это вот как раз Mario Party. Прекрасная игра. Что я еще могу вспомнить из игр? Диабло мне очень нравился. Вторая часть, первая часть, третья часть. Мне все Диабло мне очень понравятся. И Диабло подобные игры мне тоже нравятся. Посфиксал, допустим. Это так, конечно. Что я вспоминаю? Вот первое. Из многопользовательских игр могу вспомнить Destiny. Кто бы как его не любил или ненавидел. Для меня это одна из лучших игр в данном жанре. Из многопользовательских игр. Destiny 1, Destiny 2. Очень классные игры. Потому что еще есть PvP, PvE. То есть угодить можно и тем, и тем. Также очень классный Apex из Battle Royale. Из всех Battle Royale я выбрал именно его. Хотя играл вовсе. Я играл очень много в PUBG играл. Fortnite пробовал. Пробовал играть в Ring of Elysium. Пробовал играть. Что там еще было популярно из Battle Royale. Я много чего пробовал. Даже там где сковородками прикрываться. Надо было всякими кухонной утварью. Очень много Battle Royale пробовал. Из MOBA игр. Все же самая моя любимая это была Dota. Играл и в Riku. Играл в Hone. Играл в первую Dota. Dota первая мне вообще не нравилась. Я ее не понимал. Мне так сложно она давалась. Но Dota вторая. Прям помню я уже. Прям в нее вник. И вот наверное это для меня самая лучшая MOBA. Хотя вот Smile еще очень классная. Но она немножко по-другому сделана. И мне очень сложно их в одну в ребенку. То есть тоже классные. Вот не знаю. Мне вот так много чего хочется рассказать. Но вот сразу все в голову не попадет. Но в виде мак. Я не знаю. Повторяюсь. Повторяюсь. Мак прекрасен. Что еще прекрасно из таких игр. Вот из хорроров кстати. Мне очень понравился. Вот именно из новых. Я старый хоррор особо не играл. Ну. Fear. Многие говорят что он прекрасен. Но это не. Ладно старый хоррор не вспомнил. Из новых. Офигенный. Мне очень понравился Devil Within. Обе части мне очень вкатили. Очень необычные. Очень прикольные. Мне нравится что сюжет. Еще во второй части прекрасная русская озвучка. Также мне очень понравился Resident Evil 7. Что бы кто ни говорил. Но она супер атмосферная. Она. Скорее не супер страшная. Но атмосферная. И дает атмосферность. Кстати. Прошлые Resident. Мне. Мне как-то не сильно заходили. Вот честно. Вот да. Это вроде как прикольно. Головоломки и прочее. Наверное я не фанат игр от третьего лица. Вот. Из игр от третьего лица. Я помню только GTA Vice City. Кстати. GTA Vice City. Охуенная. Господи. Лучшая из игр. Лучше San Andreas. Лучше GTA 5. Лучше GTA 3. Лучше всего что я знаю. GTA Vice City для меня лучшая игра до сих пор. Из серии GTA. Реально GTA 5. Я не прошел сюжетку до конца. Мне надоело. Из GTA San Andreas. Я прошел сюжетку. Она была неплохая. Но вот Vice City просто. Какая же она прекрасная была. Блин. Вот не знаю. Вспомнить бы еще какие-то игры. Но не вспомню. Вот специально. О. Вольфенштейн. Как я могу забыть. Вообще вся серия Вольфенштейн. Прекрасно. Особенно Return to Coast Вольфенштейн. Вот эта игра просто бомбическая. Я ее проходил раз 30. Вот реально. Я до сих пор могу зайти. И до конца пройти. Вот просто за пару дней я могу ее просто пройти. Это просто фантастическая игра. Вот. Не знаю. Это просто наверное. Даже не ностальгия. Мне не бьет ностальгия. Вот реально. Многие игры, которые я по ностальгии заходил. И играть в них не могу. Просто смотрю на них. И мне блевать тянет. А вот Вольфенштейн. Return to Coast Вольфенштейн. До сих пор могу играть. Там шлифы оперативный мод. Кстати от фанатов сделан. Тоже забавная штука. Можно с друзьями побегать. Пофаниться. Все. Это все что я вспомнил пока. Напишите в комментариях игры которые вы вспомнили. Потому что может я что-то правда забыл. А Mario Odyssey тоже кстати. Вот многие. Вот реально они понимают. Это паранойя на Mario игры. Почему Nintendo все время делает Mario 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 Mario. Но сейчас на самом деле понял. Mario Odyssey. Mario Party. Mario Kart. Какие все эти игры прекрасные. Они все настолько разные. Разнообразные. И они для всех. Вот реально. Ты можешь играть их со всеми. С младшей сестрой. С мамой. С бабушкой. Вот реально. Мы играли в Mario Party. Играл мой дедушка. Играла моя бабушка. Играла младшая сестра. Я играл. И блин. Моя жена играла. Все играли. Господи. Это прекрасная игра. Реально. В нее могут играть все. Даже те кто не шарит вообще в играх. Может мне научиться играть и пробовать. Это очень классно. Ну блин. Не знаю. Сейчас конечно за Nintendo меня покусают. Скажут. Ты говноед. Блять. Nintendo любишь. Ну да. Мне вот. Я это. Одна из моих первых приставок Nintendo. У меня не было ни Wii. Ни Wii U. Вот Nintendo Switch. Прям. Я в нее влюбился. Для меня это вот прям. Любимая консоль. Я не включаю PlayStation. Практически ни для чего. Это God of War прошел. Больше не включал. Включаю лишь только чтобы видосики посмотреть. Я просто на медиасервер компьютер. Компьютер медиасервером сделал. Смотрю видосики. Блин. Это что-то задержалось. Но просто много эмоций. Вот игры для меня это тоже очень большой пласт. В моей жизни. Я обожаю игры. И вот прям фанат. Ладно ребята. Все. Подписывайтесь на Добряка. Подписывайтесь на меня. Знаете что у меня есть в промокод. Который случайно оказался на моей кружке. Вот такой. И всем удачки. Всем пока. Бам-бам.